МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По распоряжению главы государства для наведения порядка на контрольно-пропускных пунктах по обе стороны границы создана оперативная группа при Генеральной прокуратуре, работу которой курирует вице-премьер Аслан Кубахи и секретарь Совета безопасности Мухаммед Килба. Сегодня в Сухуми на первом заседании группы обсудили состояние КПП ПСО и Ингур. Репортаж Ринаты Шакая. На контрольно-пропускном пункте ПСО на сегодняшний день работают четыре службы. Со слов вице-премьера Аслана Кубахи, хоть КПП и соответствует всем современным требованиям, работа этих служб оставляет желать лучшего. Аслан Кубахи подчеркнул, что будут приниматься кардинальные меры для устранения контрабанды и всей коррупционной составляющей на КПП ПСО, чтобы минимизировать потери государства. Создали пост цивилизованную, но, к большому сожалению, пока те службы, которые дислоцируются на контрольно-пропускных пунктах, по большому счету не соответствуют тем требованиям, которые государство возлагает на них. Я не говорю о том, что... И никогда не скажу, что все, кто там работают, это какие-то там жулики и тому подобное. Но там достаточное количество негатива, который мы вместе с вами должны избавляться. Если мы этого не будем делать, как президент сказал, то это будут делать другие. Аслан Кубахи отметил, что если ситуация на ПСО будет решаться на уровне контрольно-пропускного пункта, то по другую сторону границы на КПП Ингур будут приняты более решительные меры. И если я считаю, что с ПСО мы быстро разберемся, у нас очень большая работа по Ингур. Там совершенно другие деятели крутятся вокруг этого контрольно-пропускного пункта. Будем изучать и будем готовить предложения для президента Республики Абхазии, который, я убежден и уверен, что он будет принимать решительные меры по устранению тех негативов, которые есть на этих контрольно-пропускных пунктах. При обсуждении вопроса осмотра и досмотра грузов, пересекающих КПП ПСО, возникла дискуссия в плане того, какие именно службы должны заниматься этим. Аслан Кубахи предложил в частности привлечь наших пограничников к процессу полноценного досмотра груза. На данном этапе таких прав у пограничников нет. Я скажу так, пограничникам это не их задача выезжать куда-то, осмотр проводить. Но если такое решение будет принято, руководство, пограничники выйдут. Вице-премьер Аслан Кубахи поручил руководителям карантинной и ветеринарной служб подготовить информацию о том, сколько нарушений было выявлено на КПП ПСО за последнее время. Секретарь Совета безопасности Абхазии Мухаммед Килба подчеркнул, что анализ, проведенный по КПП ПСО, показывает, что государство несет большие финансовые потери. Если анализировать на цифре, то они концы с концами не сойдутся. Сколько заехало и сколько поступило в качестве платежей в бюджет. Не хотелось бы именно использовать те или иные методы и говорить о том, что сравнивать деятельность и работу коллег на той стороне, той с Российской Федерацией и наших ведомств, представителей этих ведомств на нашей стороне. Мы вас уверяем, что мы будем вынуждены и у вас запрашивать те или иные данные именно по конкретным дням, грузам, товарам. С 1 июня вступит в силу новый закон о визовом режиме, согласно которому на контрольно-пропускном пункте ПСО гражданам стран, не признавших независимость Абхазии, будет выдаваться документ, обязывающий их регистрироваться в миграционной службе. Закон призван регулировать передвижение количества мигрантов, выезжающих и выезжающих из нашей страны. Я хочу напомнить чуть-чуть при истории этого вопроса. Дело в том, что до последнего времени, до принятия этих поправок, действующий закон предусматривал то, что иностранные граждане, лица без гражданства при посещении республики Абхазии для осуществления трудовой деятельности должны были заблаговременно получить от работодателя приглашение на работу и, соответственно, на основании этого только въехать в республику Абхазия и после этого получить только рабочую визу и разрешение на работу. Но практика показала закону, что это не работает. Оперативная группа при Генеральной прокуратуре уже в ближайшие дни проведет первую проверку функционирования служб на контрольно-пропускном пункте ПСО. Рината Шака, Алексей Гуха в Абхазской телевидении. В продолжение темы о работе Миграционной службы Абхазии с сегодняшнего дня заработал официальный сайт Государственной миграционной службы республики gmsra.org Сайт содержит полную информацию, необходимую для работодателей и трудовых мигрантов. Посетители сайта могут ознакомиться со всей законодательной базой, связанной с деятельностью Миграционной службы. Кроме того, на сайте есть новостная информация и отчет о проделанной работе ГМС за 2017 год. Президент Рауль Хаджимба встретился с правнучкой известного русского писателя Максима Горького и Катериной Пешковой, а также участниками и организаторами юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию Максима Горького. Ни одно поколение выросло на произведениях русского классика, отметил президент Рауль Хаджимба, приветствуя гостей. И прибытие членов семьи писателя очень ценно для нас всех, подчеркнул президент. Нас учили наши преподаватели любить Родину. Мы наизусть учили и песню о гривеснике, и песню о соколе. Все знают Макара Чудра, многие знают другие произведения, героев, начиная с пьесы «На дне». Всех тех, кто, по своей сути, был очень близок к простому народу. Наверное, это привлекало. Это как раз-таки гениальность Горького заключалась в этом. Ваше пребывание здесь для нас очень ценно. Это связь с Россией, связь с теми людьми, которые хорошо знали и любили Абхазию. И та преемственность вот этих отношений для нас очень важна. Правнучка Максима Горького, Екатерина Пешкова, поблагодарила всех за теплый прием и отметила, что по приезду была удивлена тому, что в Абхазии не только взрослое поколение, но и молодежь читает и знает произведения Максима Горького. Всем вам очень благодарна, потому что по отношению, я это уже говорила, по отношению с Москвой это называется, почувствуете разницу. У нас очень многие ребята, может быть, ну я не знаю даже сколько процентов, не знают, кто такой горький. Вот в чем ужас. А у вас дети, я вчера была просто в шоке, они не то что знают, кто такой, а у них стремление читать вот в чем ваша заслуга, ваше всех. Супруг Екатерина Пешкова, Евгений Барченков, рассказал, что в Абхазии он не был более 30 лет и был приятно удивлен такому радушному приему. Он также поделился впечатлениями о поездке в село Адзюбжа. Для нас это было даже своего рода удивление, что здесь есть такие места, мы, честно говоря, даже не знали про роддом, лично я точно не знал, потому что Катя тоже, мы, правда, эту тему не обсуждали, но для нас, на нас это произвело вчера очень большое впечатление, когда мы посетили этот и памятник, и там глава местной администрации рассказал нам про это все. Надо восстанавливать, конечно, это однозначно совершенно. Это еще одна точка, в которой Максим Горький показал себя, опять же, с новой грани. Министерство культуры Абхазии разрабатывает план создания музея имени Максима Горького в Абхазии. Об этом сообщила на встрече министр Эльвира Арсалия. После церемонии встречи с президентом члены семьи Максима Горького отправились в Абхазский государственный университет, где встретились с лектором АГУ. Как отметил Олег Угварами, в Абхазии очень чтят и любят творчество Максима Горького, а его произведения включены в учебную программу университета. Есть горьковские места в Абхазии, о которых знает, наверное, каждый абхазец. Есть очень много произведений, которые, может быть, непосредственно не связаны с Абхазией, но он уловил менталитет того народа, с которым он, так сказать, в свое время дружил, был, написал известное произведение, и не одно. Гости поблагодарили за теплый прием и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. Мы будем работать, если вы позволите, с вами в дальнейшем, и в культурном, и в научно-просвидетельском, образовательном процессах. Я думаю, мы это будем обсуждать после того, как закончим эту поездку. Для нас большая честь, огромное вам спасибо за гостеприимство. Это, наверное, единственная страна на постсоветском пространстве, у которого остались корневые вот эти системные явления гостеприимства, не показное, не улыбки искусственные, а души. Участники встречи обменялись памятными подарками, а после направились на кафедру русской и зарубежной литературы филологического факультета, где студенты организовали вечер, посвященный творчеству Максима Горького. Алика Трапш, Леона Адлиба, Абхазское телевидение. Президент Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении Нурбия Ломия от должности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике, согласно поданному заявлению. Тем же указом председателем Госкомитета по государственной языковой политике назначен Батал Хагуш. Сегодня состоялось отчетное собрание Академии наук Абхазии, на котором были подведены итоги деятельности за 2017 год и утверждены положения о порядке выборов президента, руководства и членов Академии наук, а также порядок присуждения премии Академии наук молодым ученым, работы которых написаны на абхазском языке. На собрании научным сотрудникам, защитившим диссертации Виолетте Гулия, Веронике Лейба и Раисе Хварцке были вручены дипломы кандидатов биологических наук. Сегодня в структуру Академии наук входит 9 научно-исследовательских институтов страны. На собрании были представлены отчеты по научной деятельности каждого из них. В целом, прошедший год был для Академии сложным, в то же время насыщенным и плодотворным, отмечалось на собрании. В 2017 году в Абхазии торжественно отметили две знаменательные даты. 20-летие со дня создания Академии наук и 80-летие ИИПИТа. Проведено 30 научных форумов. Абхазские ученые приняли участие в 37 конференциях. Опубликовано 58 научных работ, в том числе 10 книг. Ученым Академии удалось выполнить в отчетном году серьезную разноплановую работу, внести свой вклад в развитие отечественной науки и внедрение ряда достижений. Многие из них руководили и непосредственно участвовали в выполнении научно-исследовательных работ. Ученые осуществляли публикации своих научных работ, редактирование научных трудов, руководство и опланирование диссертационных работ, преподавательскую деятельность. Принимали участие в различных республиканских международных научных форумах по разным направлениям науки с докладами, а также в общественной политической жизни страны. Ими опубликовано 58 научных работ, в том числе 10 книг. Ряд работ опубликовано в зарубежных научных изданиях. Сегодня заключительный конкурсный день первого Сухомского международного кинофестиваля. Наш корреспондент Наала Ковы просмотрела конкурсные фильмы и пообщалась с режиссерами и членами жюри кинофестиваля. В Сухоми солнечные дни, кипит и жизнь первого кинофестиваля мирового уровня СИФ. В Абхазии вообще очень любят кино, потому бурное обсуждение фильмов, короткометражек на совершенно разных языках мира происходит повсюду. Акулы театра и кино, режиссеры, фотографы, да и просто те, кого интересует настоящее кино со смыслом, фестиваль вмиг объединил всех в здании Русдрама. У фестиваля большое будущее и для кинематографа, и для культурной жизни страны. Это большой прорыв, считает известный актер и режиссер, премьера фильма, которого «Спасибо деду за победу» состоялась в день открытия фестиваля «Тэму Растания». Сам фестиваль для меня тоже открытие, это большое открытие не только для меня, для всех наших, нас, жителей Абхазии. Впервые через такую нишу, через такой пласт мы пытаемся принять в себя, впитать такой целый культурный очередной пласт, можно сказать так. Поэтому он очень важен для всех, для нас, тем более, что в Абхазии на сегодняшний день насчитывается очень много молодых режиссеров, которые уже закончили, которые учатся, молодые люди хотят идти учиться и развиваться, расти в этом поприще. Поэтому этот кинофестиваль для нас, я думаю, это большая перспектива для всей республики. 32 короткометражных фильма от начинающих и уже опытных режиссеров из разных стран представлены на суд абхазского зрителя и, конечно же, профессионального жюри. В последний день конкурсной программы были показаны такие фильмы, как «Костик», «Половинки», «Последнее лето» и другие. После просмотра фильмов зрители, среди которых очень много молодежи, охотно делились впечатлениями. Мне очень понравился фестиваль, все очень интересно, показывают очень интересные фильмы, эмоции просто зашкаливают, потому что столько народу, приехали из разных стран и это все очень интересно, интересно посмотреть фильмы, которые привезли из Франции, из Германии и очень все интересно и нравится. Продюсер фильма «Черная мамба», «Асма», «Шибу» из Туниса рассказывает, что когда узнала о фестивале короткометражных фильмов на одном из веб-сайтов, она, не задумываясь, подала заявку. Я никогда ранее не слышала об Абхазии, лишь перед поездкой прочитала о стране в интернете. Я очень счастлива, что прошла отборочный тур и мне посчастливилось приехать. Люди здесь очень улыбчивые и дружелюбные. Сивонг Бэй из Южной Кореи представил фильм «Две стороны реки» Думан. Ранее он не слышал об Абхазии, но, прочитав о нашей стране, он понял, что случайный выбор фильма оказался кстати. Тема, поднятая в короткометражке, это сложные отношения между Южной и Северной Кореей. Тема свободы и независимости, которая, безусловно, нам очень близка. Я много читал об Абхазии и понял, что у наших стран есть много общего. И я очень благодарен за возможность поучаствовать в фестивале. В Абхазии очень красиво, просто сказочная страна. Фильм «Кто-то» немецкого кинорежиссера и сценариста Марко Гадге показывает, что начать с нуля всегда возможно, несмотря на обстоятельства. Фильм основан на реальных событиях. Марко говорит, что несмотря на то, что Абхазия достаточно далеко от Германии, он нашел возможность приехать и не пожалел об этом, ведь фестиваль проходит на высоком уровне. Данный фестиваль интересен тем, что он является своеобразным миксом разных культур, народов, потому фильмы, представленные здесь, очень интересные. И я стараюсь не думать о фестивале, как о конкурсе. Я просто наслаждаюсь тем, что здесь происходит. После каждого просмотра по традиции проходит обсуждение фильмов. У зрителей есть прекрасная возможность спросить у режиссеров о процессе съемок, чем они и пользуются. В целом, первый Сухумский международный кинофестиваль проходит на позитивной волне. Организаторы масштабного мероприятия говорят о том, что было сложно, так как это первый подобный фестиваль в Абхазии, но тем не менее все получилось. Все ли получилось так, как хотели? Я думаю, на процентов 80 точно. В любом случае, даже сейчас можно сказать, что фестиваль все равно состоялся. Если спросить участников, то тоже все довольны. По условиям, некоторые участвовали уже в некоторых фестивалях. В принципе, как первый фестиваль, я считаю, что у нас все получилось. Сухумский международный кинофестиваль стал настоящим праздником для жителей и гостей столицы. Он, несомненно, будет жить и развиваться. И если в этом году программа состояла исключительно из короткометражных фильмов, то в последующие годы фестиваль будет открыт для полнометражного и документального кино. В Сухуме прошла презентация учебника «Бзиэла Шаабейт», который предназначен для обучения абхазскому языку детей, не владеющих им. Об этом наш следующий сюжет. «Бзиэла Шаабейт» – это фактически перевод учебника по английскому языку «Уэлком» для начинающих изучения языка и считается одним из самых удачных. Автор перевода Марина Агарба адаптировала его для преподавания абхазского языка. Учебник разработан по специальной системе обучения, которая поможет освоить абхазский язык детям, не владеющим им. Марина Агарба – педагог с большим опытом преподавания английского языка. Когда вопрос стал, как обучать абхазскому, и были у меня, конечно, именно дети, то я выбрала «Уэлком», вот этот учебник, который вы сейчас видите. То есть, про родителей вот этого учебника английский вариант «Уэлкома». Так как я очень много работала с этим учебником и с этим языком, и не имея, например, ничего другого, такого учебника, который принес бы результат на абхазском языке, мне пришлось перевести быстренько и заниматься этим учебником. Учебник состоит из 14 тем, которые включают в себя множество обучающих упражнений, диалогов и монологов различных персонажей. Использованная игровая методика намного упростит обучение, говорят специалисты. Еще до издания учебник практиковался в частной образовательной школе «Альфа» и с его помощью учителя добились хороших результатов. Этот учебник, он предполагает комплекс знаний обязательно и русского, и абхазского языка, но непосредственно у преподавателя, но никак не у самого ребенка. Это очень серьезный фактор, который работает и на то, чтобы этот язык ментально закреплял абхазский язык с первых дней говорения на нем. Специалистами было отмечено, что книга сыграет роль вспомогательного учебного материала, который будет обучать детей с 6 лет. Тираж учебника тысяча штук, и любой желающий может приобрести его в книжных магазинах. Саиджар Салия, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. Сегодня члены общественной палаты Абхазии встретились с экс-послом России в нашей стране Семеном Григорьевым. На встрече Семен Григорьев выразил уверенность, что будет создана преемственность, которая сохранит внешнеполитические ориентиры России в отношении Абхазии. Репортаж Сария Смар. Чрезвычайным и полномочным послом России в Абхазии Семен Григорьев был назначен указом президента России 25 октября 2008 года. За время своей работы он внес большой вклад в развитие и укрепление отношений между двумя странами. В Абхазии хорошо знают и ценят труд российского дипломата. В 2008 году нам повезло дважды. Первое, это то, что нас признала Россия, и второе, то, что нам назначили такого великолепного человека, такого интеллектуала, такого толерантного во всем, потому что это человек, который сумел в Абхазии очень быстро завоевать доверие. И я знаю, что к нему приходили самые разные люди, самыми разными политическими взглядами, и он всегда находил для них правильные слова. Я даже удивляюсь, как можно за какое-то определенное время изучить наш менталитет. Когда разговариваешь с Семеном Вячеславовичем, как будто он коренной житель Абхазии. Вот когда углубляются какие-то исторические моменты, вот так быстро изучил, освоил и нашу историю, нашу бытность, самобытность. Семен Григорьев поблагодарил членов общественной палаты за теплые слова и доверие к его работе. Он высоко оценил работу общественной палаты Абхазии, отметив, что имел возможность часто присутствовать на ее заседаниях. Я очень благодарен за приглашение сегодня встретиться с вами, потому что для меня общественная палата это одна из наиболее уважаемых площадок для выражения общественного мнения, обмена мнениями в Абхазии. Вы сыграли очень большую роль для того, чтобы мои знания об Абхазии достигли нынешнего уровня. Семен Григорьев выразил также слова благодарности за то сочувствие, которое проявили жители Абхазии к недавней трагедии в Кемерово. Поддержка, которая существует между нашими странами, бесценно, сказал Григорьев. Как отметил член общественной палаты Сократ Джинджолия, ему часто приходилось встречаться с российским дипломатом. Он рассказал, как во время встреч с российскими зарубежными коллегами Семен Григорьев отстаивал позицию Абхазии. У нас состоялись встречи, и я видел, что Семен Вячеславович с официальными лицами российскими ввел разговоры как бы с позицией с абхазской стороны. Конечно, потому его здесь и называют наш посол. Всенародная любовь это редко кому достается, но вот она досталась первому российскому послу в Абхазии. Выступающие также отмечали, что Семен Григорьев принимал активное участие в решении многих вопросов, в том числе и международных. Члены общественной палаты подарили Семену Григорьеву памятную монету. Сарья Смыра Стамур Гожба Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантной должность судей осуществляется в помещении Министерства юстиции с 6 по 20 апреля включительно. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра завтра в Абхазии сохранится преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем плюс 18-23 градуса. Температура морской воды плюс 11 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин